Всем добрый день! Мы находимся на канале Бухгалтерия Будущего. Я администратор этого канала. Меня звать Золотухин Александр. В группе у нас развернулась дискуссия по вопросу блокировки налоговых накладных. И я решил записать видео, где изложить свое видение этой ситуации с таких мировоззренческих, философских, общих позиций. Блокируют налоговые накладные, которые, по мнению налоговой, являются сомнительными. То есть они составлены на хозяйственные операции, которые на самом деле не произошли. На мой взгляд, это связано с изменением отношения к первичным документам. Если вы помните, даже лет 20 к тому назад, первичные документы считались таким железобетонным доказательством того, что действительно хозяйственная операция, оформленная этим документом, произошла. Но последние 10 лет отношение к этим первичным документам изменилось. Сейчас первичные документы уже не являются безусловным доказательством того, что хозяйственная операция произошла. Нужно еще доказать другими фактами, что действительно хозяйственная операция имеет место. То есть мы сейчас переживаем период недоверия к таким доказательствам, как первичные документы. На мой взгляд, первичные документы в ближайшем будущем, они вообще отойдут в никуда. Хозяйственные операции будут подтверждаться совершенно другими факторами реальной жизни. Как показала жизнь, первичные документы, они как потемкинская деревня. Они составляются на любые придуманные операции, проводятся в учете. То есть в учете много придуманного. То есть еще раз хочу сказать, мы сейчас находимся в периоде недоверия к первичным документам. И это недоверие выливается вот в такие блокировки. Я думаю, что этот период со временем пройдет. Так общество будет вариться, как борщ в кастрюле. Бухгалтерское общество, сообщество будет вариться. И в итоге мы сварим какой-то новый борщ, новую кастрюлю борща. Где изменится наше отношение к первичным документам, отношение к хозяйственным операциям. Что еще могу сказать? Что особенно переживать по поводу этой блокировки, хоть это требует дополнительных затрат времени, наших усилий, нервов. Но я бы сказал, что не стоит переживать, а просто переосмысливать те процессы, которые происходят. Пересмысливать новую сущность первичных документов. Новое отношение общества, то есть налоговое, в данном случае выступает от имени общества в целом. И пытаться измениться самим. А измениться самим это посмотреть по сторонам, посмотреть на свою деятельность. Как мы оформляем хозяйственные операции, реальны ли они. И если мы что-то там химичим, а мы все химичим, то химичить нужно так, чтобы это было достоверно. Ведь первичный документ, он должен подтверждать какую-то реальность. Первичный документ это страница истории предприятия. И эта история должна быть правдоподобной. А часто история, зафиксированная на вот этих обрывках наших первичных документов, она не является правдоподобной. Вот именно потому налоговое и блокирует соответствующие хозяйственные операции. Потому что они выглядят недостоверно. Кстати, еще один процесс, который происходит в нашей стране. Это опубличивание, это открытие себя, это как снять с себя одежду. Предприятие снимает с себя одежду и оголяется, оно показывает себя всему обществу. Финансовая отчетность становится как бы доступна всем, она становится публичной. Наступает время открытости, публичности. Вот то, что я хотел сказать по вопросу блокировки налоговых накладных. С чем связан этот процесс? То есть блокировка это один из признаков, которые характеризуют, во-первых, наступление эры или времени публичности, открытости и такой своеобразной правды, истинности, искренности. Процесс этот глобальный, и мы просто изменяемся вместе с этим процессом. Это идет процесс нашего изменения. Я бы сказал так, что лепить горбатого уже не в моде. Бухгалтерский учет движется в сторону достоверности, в сторону отражения на бухгалтерских страницах реальной хозяйственной жизни, а не выдуманной, просто нарисованной. На этом пока все. Я с вами прощаюсь до следующих видео и предлагаю подписаться на наш канал, чтобы не пропустить дальнейших интересных видео.